Начали с загадки. Здравствуйте, меня зовут Аня, и я расскажу, какие каналы можно использовать еще. Потому что сейчас у нас ребята в основном говорят про контекст, а я бы хотела осветить тренды и такие вещи, на которые люди не обращают внимания. Там какая-то вечеринка, вообще меня нормально слышно, или нам уже можно начать танцевать здесь, я думаю. Итак, я рассказываю про фитнес-клуб. Это фитнес-клуб премиум-класса, и цель была не просто продавать абонементы. Фитнес-клуб есть разные истории, есть дневные, на месяц. А наша задача была то, что открывается новый фитнес-клуб, и нам нужно подогреть интерес, сделать пул вопросов, заявок, лидов, и потом через два месяца после старта продвижения уже начать непосредственно продавать. В итоге, что у нас есть? У нас есть море каналов, у нас есть контекст, у нас есть SEO, у нас есть SMM, Target, и куча-куча всего. Поэтому с региональными бюджетами, как уже ребята все говорили, не у всех есть деньги на то, чтобы запускать комплексно, запускать все каналы, и не по пять тысяч, а, допустим, протестировать несколько гипотез, посмотреть, что выстрелило, что не выстрелило. И поэтому часто люди отказываются от того или иного, и отталкиваются непосредственно от бюджета, который есть. Вот как ребята говорят, что даже в Питере люди приходят с бюджетами 10-15 тысяч рублей. И начнем с того, как можно выделиться и что нужно делать, если у тебя нет особо денег, но хочется все-таки продавать. Первое. Первое – это, ну, самый важный базис, который нужно сделать. Это анализ конкурента. Мы смотрим на ребят, которые есть, такие коллеги по цеху, которые в этом же регионе, как у них дела, что у них хорошо, что у них не очень. Мы смотрим на покрупнее ребят, это на федеральные бренды и пытаемся выяснить то, что дало им выстрелить и что позволило им стать такими, получается, крупничками и хорошо непосредственно продавать в интернете. Дальше. Помимо этого, было бы хорошо смотреть на рынок Забугория, потому что там можно взять очень хорошие идеи и их как-то использовать непосредственно на себя. Ну, конечно же, это анализ аудитории. Анализ аудитории, который непосредственно, если мы берем фитнес-центр, то это, скорее всего, люди, которые живут рядышком. Это вряд ли девушка после работы поедет на другой конец города для того, чтобы час побегать на беговой дорожечке. Вот, поэтому нужно смотреть, кто те люди, для кого вы, и пытаться под каждую из этих аудиторий непосредственно подстроить саму стратегию продвижения. И, конечно же, смотреть то, что есть на рынке. Вот давайте вот небольшой такой, как бы, интерактивчик. Какие сейчас есть тренды? Кроме контекста, кроме таргета, что сейчас, о чем все говорят? А помимо айфона? Что? Инстаграм. Да, хорошо, нужно идти в Инстаграм и красиво там быть. Дальше. Партнерка, да, какая-то? Автоворонка уже интереснее. Дальше. Чатботы, да. И так раз про чатбот я хочу вам рассказать. Что такое чатбот? Кто знает, что такое чатбот? Я думаю, что все знают, потому что это тренд. Давайте поднимем ручку, кто знает, что такое чатбот? Практически все. Отлично. Тогда я не буду заострять внимание и расскажу про то, какой… Мы выбрали этот инструмент и с небольшим бюджетом запустили рекламную кампанию. Что умеет наш чатбот? Первое. Мы сели с клиентом, потому что лучше клиента бизнес не знает никто. Чатбот – это автоматизированная коммуникация непосредственно с пользователями. И поэтому через несколько брифов у нас были сценарии под разную целевую аудиторию. Что люди спрашивают, когда приходит непосредственно в фитнес-центр. Какая у них боль, что они решают. Исходя из этого, мы нагенерили первое – это информационный контент. Люди заходят в чатбот, нажимают на кнопку, им, получается, попадают в определенную ветку чатбота и читают контент, который непосредственно им интересен. Второе – это опросы. У нас есть видение нашей аудитории, но хотелось бы… Изучать аудиторию нужно всегда, бесконечно, постоянно. Потому что сегодня они смотрят одно, завтра они начали интересоваться другим. Они… Там, может быть, омолодилась аудитория. И всегда нужно расширять. Мы внедрили опросы. Опросы позволили нам также инструментом чатбота получить небольшое средство. Кто те люди, кому мы непосредственно интересны. Кто к нам приходит и кто обращается за абонементом. Я повторюсь, что мы продавали только годовые абонементы, дорогие абонементы. И наш чатбот умеет непосредственно собирать лиды. Это было как в автоматизированном, получается, в виде, так и менеджер непосредственно общался с людьми. Сбор вопросов. Понятное дело, что чатбот, он имеет ограниченный функционал. И он может дать тот контент для пользователя, который в данный момент он спрашивает. Что мы сделали? Не подо все был подготовлен контент непосредственно как большие портянки текста. Мы взяли ключевые запросы. Допустим, есть разные словоформы. Я хочу узнать, сколько стоит. Цена. Вот такая небольшая семантика. И под каждую из этих запросов у нас выводился непосредственный ответ. Следующая история. Следующая история – это уже человеческий ответ. Если в нашей базе пользователь не нашел то, что ему интересно, не увидел нужную кнопку, прочитал факт, но ничего… Ну, как бы, не прочитал факт, но в итоге не нашел ответ на свой вопрос, то непосредственно с ним связывался уже менеджер. И также собирал телефон, собирал имейл и уже в индивидуальном порядке связывался. Поэтому это не 100% автоматизация. Человеческий труд все-таки здесь присутствовал. Дальше. Вот у нас получилась очень вкусная, хорошая история с чат-ботом, которая умеет много всего. Что мы делали? Мы запустили рекламную кампанию на привлечение пользователей в чат-бот. Дальше. Мы смотрим, что люди делают, по какой сценарной ветке они проходят, что им интереснее всего, и начинаем уже дорабатывать эти контентные вещи. Дописывать те же самые вопросы, добавлять перелинковку на посадочные страницы. И получается, что мы работаем непосредственно с тем, что нам дают пользователи, с теми сценариями. Дальше. И отдельная история. Для того, чтобы постоянно быть на слуху у пользователя, нужно периодически напоминать о себе. Потому что он зашел один раз в чат-бот, он подписался, ему интересно. Он получил несколько автоматизированных рассылок. А дальше у нас появляются акции. Потому что до открытия клуба еще полгода. За полгода люди про нас забудут. У нас появилась акция. Мы отправляем по нашей базе непосредственную акцию. И смотрим отдачу. Это может быть, как уже говорили про коллаборации, про партнерку. Это мероприятие с партнером. Это предложение по уникальную цену. Это заказчик проводил раз в неделю мероприятия на открытом воздухе и анонсировал их также через инструмент чат-бота. И что мы получили? Самое интересное к цифрам. Можно посмотреть, что подписчик у нас обходится 8 рублей. Конверсия заявку выше, чем с контекста, выше, чем с таргета. Она была 19%. Стоимость льда непосредственно заявки обходила всего лишь 64 рубля. И каждый третий человек, который оставил заявку через чат-бот, практически каждый третий, в итоге купили. Мне кажется, это очень хороший результат через такой инструмент, который не так часто используют. И он относительно новый. И небольшие смешиночки у нас под конец. Какие рекламные креативы мы используем? Мы думали, как привлечь? Можно, первое, через какой-то юмор, через толстячков, через, получается, девушка, которая сидит... Это было так, как наш чат-бот мы делали в социальной сети ВКонтакте. Реклама была таргетированная, получается, ВКонтакте. Также мы запускали просто рекламу, которая ведет на посадочную страницу для генерации лидов. Мы использовали также стандартно контекстную рекламу. Таргет на чат-бот, таргет на ленд. И, в принципе, и рассылки. Это то, что работает непосредственно на подогрев. Это интересные вариации. И самое лучшее. Самое лучшее, что сработало, это фасады здания. Вот какой интересный кейс. Это разделение стоимости всего бюджета за месяц. И это шок цена, это акция, когда две недели абонемент стоил на 10 тысяч рублей меньше, чем он стоил там на следующий день. Вот получается, такая рассылочка дала очень хороший результат. Итого, через такой немного нестандартный инструмент, который мало кто использует, мы получаем первое и самое основное, это, конечно, сбор заявок, которые обходятся очень дешево. Сбор заказов, новый канал коммуникации, потому что все-таки это все связано с аудиторией. Удержание внимания, потому что это постоянные рассылки, это увлекающий и интересный контент. И, конечно, отстройка от конкурентов, потому что мало кто сейчас на сегодняшний день у нас использует чат-бот. А на самом деле, что это такой немного недооцененный инструмент. Может быть, пока что мало кто с этим работал и мало кто может сделать это качественно. Вопросы? Давайте. Спасибо большое, Ань. Очень полезно и очень круто на самом деле. Я первый вопрос задам на правах ведущего. Ань, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько вообще история с чат-ботами применима во всех тематиках? Если нет, то в каких тематиках она, скорее всего, не зайдет? И почему? Если да, то как ее это вообще можно масштабировать и применять? Мне кажется, что пробовать это можно везде, даже на каких-то сложных битубишных историях. Потому что первое, это разгружает менеджера, потому что пользователь может найти ответы непосредственно через покликов несколько раз на кнопочки. Это всегда важно, как бы фокусировать, сохранять внимание. Это можно транслировать на любую отрасль. Нужно пробовать. Нужно смотреть, что есть и пробовать. Опять, разные истории. Это все упирается непосредственно в бюджет. Поэтому я бы не стала делить. Я бы все оставила на эксперимент. И уже срез по результатам эксперимента. Спасибо. Вопросы теперь. Раз, раз. Он был кнопочный или реагировал на слова клиентов? Он был кнопочный. Реагировал на ввод текста. Вот я просто думаю, бывает, люди общаются на сленге, и робот настроить на все сленговые слова очень сложно. А в этом… Поэтому кнопки выручают. Были кнопки, были слова. И был менеджер, который заходил и смотрел, да. Потому что не весь контент был проработан, и на какие-то вопросы наш чат-бот просто не знал. Мы не говорим про сложные технологии и искусственный интеллект. Нет, это обычный линейный чат-бот, который может сделать маркетолог, проанализировать непосредственно свою аудиторию. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, как часто у вас были всякого рода рассылки? То есть не приводило это к обратному эффекту? Не надоедали ли вы людям? Рассылки у нас были рекламные не чаще два раза в месяц, чтобы мы не превращались в спам. А информационные в зависимости от сценария, по которым шел пользователь. Если он интересовался конкретной программой, то мы ему тоже не чаще раза в неделю давали контент, который посвящен именно этой тренировочной программе. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас, да. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на каком сервисе был собран чат-бот? Согласно скриншоту, что-то очень похоже либо на сендлер, либо на чат-форму. What's help? What's help. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы работали, конечно, в серьезной конкуренции, много клубов одновременно открывалось. Есть какая-то статистика, сколько вы лидов набирали и какая была динамика? Вот с момента начала рекламной кампании и дальше. Как это все изменялось? Мы не сразу продавали. Первые несколько месяцев мы просто разогревали и собирали заявки. Кому интересно. Вот. У нас был KPI от клиента, сколько нам нужно было обращений. Вот. Сейчас мой доклад про инструмент, который на небольшом непосредственном бюджете, потому что сопровождение рекламы здесь составляло около 2-3 тысяч рублей в месяц. Именно на чат-бот, на привлечение аудитории. Но через, я могу вам сказать цифру после лекции, про сколько было по всем каналам непосредственно обращений. Вот. А я сейчас немного не про большую такую историю, а про маленький инструмент, который дал большой выхлоп. Спасибо большое, Аня. Было действительно очень интересно и круто. И чат-боты, наверное, вообще единицы, кто использует. Используйте все дружненько-чат-боты. Они очень интересны и позволят добиться больших вещей. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.